Сдался десантникам, они со мной нормально себя вели. Ребятам хочу, тем, кто живой остался, вернулся. Ребята, сдавайте оружие, уходите домой к семьям. Умирать, ну, это того не стоит. Вы не военные, вы трактористы, комбайнеры, тот, чем занимается. Уходите домой, пожалуйста, не надо воевать против русских солдат. Российские войска продолжают взламывать оборону противника на границе Харьковской области и оккупированной территории ДНР. Ожесточенные бои идут в десятках километров от Славянска. Формирование киевского режима несут здесь огромные потери. Генштабом ВСУ была сформирована мощная группировка на этом направлении. Сюда же киевский режим продолжает перебрасывать резервы. Только в районе трассы Харьков-Славянск у Изюма действует по меньшей мере четыре украинские бригады, которым придана дополнительная артиллерия. Здесь же продолжает работать авиация ВСУ, хотя российские бойцы методично уничтожают самолеты противника на переднем крае. Это очередной уже третий за неделю уничтоженный самолет военно-воздушных сил Украины. Фронтовой бомбардировщик Су-24. Машина была сбита российскими бойцами противовоздушной обороны. Вот герб Украины. Упал самолет недалеко от Изюма. Уничтожил самолет расчет с переносными зенитно-ракетными комплексами. Су-24 летел на предельно низкой высоте. Ну, буквально метров 20-30. Экипаж самолета погиб. Обломки бомбардировщика разбросало по полю. Формирование киевского режима продолжает действовать в воздухе. Летчики противника прижимаются к земле, чтобы не появляться на радарах российских систем ПВО. Но на переднем крае их ждут бойцы с ПЗРК. ВСУ теряет последние свои машины. До этого были сбиты два штурмовика. Су-25. Несколько вертолетов. На земле продолжаются ожесточенные бои. Киевский режим не жалеет личный состав. Потери генштаб ВСУ восполняет мобилизованными. Киевский режим сразу после военкомата без подготовки боевого слаживания бросает необученных людей на фронт. На переднем крае уничтоженная и брошенная украинская техника. Танки, бронетранспортеры. Уже привычное брошенное западное оружие. В основном противотанковые ракетные комплексы. В вооруженных силах Украины данные автомобили, Козак, их модификации используются спецназом, расчетами БЛА. Зачастую на них перемещается большое начальство и националистические подразделения. Правый сектор, батальон АЗОВ и другие специальные подразделения. Вот только один эпизод. Танковый бой на высоте недалеко от Изюма. Российские танкисты сожгли несколько колонн противника, уничтожили машины, формирование киевского режима. Офицеры армии России в бою даже успели оказать помощь раненому украинскому военнослужащему. Плен для украинских военных сейчас по сути единственный способ спасти собственные жизни. И в плен здесь сдаются десятки мобилизованных из Киева, Львова, Полтавы и Чернигова. Сдался десантникам, они со мной нормально себя вели. Ребятам хочу, тем, кто живой остался, вернулся. Ребята, сдавайте оружие, уходите домой к семьям. Умирать, ну, это того не стоит. Вы не военные, вы трактористы, комбайнеры, кто чем занимается. Уходите домой, пожалуйста, не надо воевать против русских солдат. Продолжение следует...